Сергей Асланян, ты не пропустил сегодня важные новости на Первом канале? Привет, это было, конечно, очень любопытно услышать, тем более, что так или иначе у нас каждый день рассказывают о том, какие Европы вот-вот увидят, наконец, Путина за столом переговоров, потому что Путину, конечно же, нужно заканчивать войну, и Путин, конечно же, заинтересован в том, что вот, наконец-то, теперь уже наступил мир, и понятно, что это абсолютно не так, Европа не понимает Путина, Европа не понимает, что Путин будет воевать очень долго, а Украина в этот момент действует очень болезненно, потому что до этого элементом престижа, тоже попранным, был тот самый Крымский мост, который прилетел несколько раз, что-то такое взорвалось и обезвредило его. Потом, по значимости, был Кремль, когда все-таки туда тоже прилетело и тоже взорвалось, и как-то по этому поводу выяснилось, что Путину нечего ответить, вот он абсолютно оплеванный стоит, потому что вот это твой Кремль, а вот посмотрите, вот она атака дрона, и вот этот самый флаг, который почему-то, смотрите, что с ним происходит, и вот теперь уже точно совершенно в драконе логово тоже прилетает, и понятно, что, конечно, никакой съемки не будет, потому что эта зона, она вся полностью абсолютно не для того, чтобы там был хоть один посторонний, но мы видим, что целеполагание абсолютно верное. И вот пока Европа уговаривает себя тем, что, ну, во-первых, Путин страшный, во-вторых, понятно же, что, конечно, он точно сейчас сядет за стол переговоров, а это не так, Украина очень методично решает оперативно-тактические задачи, она и в Орске разбомбила РЛС совершенно блистательно, просто вот так наотмашь, и по путинским болевым точкам прошлась тоже со знанием дела, ну, и мы видим, что это, в принципе, из легальных целей, когда через какое-то время точно так же Украина попадет в какой-то сарай, все сделают вид, что, ну, да, ну, это на опушке где-то колхоз, и там сарай, а на самом деле нет, это будет тот самый вход в бункер, потому что мы-то про него не знаем, а украинская разведка, конечно, знает. Давай-давай смотреть. Три года назад Алексей Навальный, царство ему небесное, мученик, сделал это выдающееся видео. Смотрим. Самый секретный и охраняемый объект в России без преувеличения. Это не загородный дом, не дача, не резиденция. Это целый город, а скорее королевство. Здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной пункт, бесполетная зона и даже собственный погранпункт. Это прямо отдельное государство внутри России. И в этом государстве есть единственный и несменяемый царь – Путин. Ты знаешь, Сереж, это сейчас так вот смотрится. Три с половиной года прошло. И история идет, перемалывает людей. И вот я сегодня смотрел эти два огромных видео. И просто, ты знаешь, вот этот ход истории, он поражает. Я не знаю, насколько, так сказать, есть у тебя время просто задумываться. Или ты тоже, как я, весь в новостях, новостях, новостях и знаешь. Нет, это как раз не в новостях. Я не смотрю сенсационных фильмов и не читаю сенсационных романов. Поэтому, когда все бегут табудом в одну сторону, тычут пальцем и говорят, смотрите, нам показывают, нужно это обсудить, то, конечно, меня в этой толпе нет. И я как раз и вижу здесь совершенно точное целеполагание Украины, которая знает, вот это будет болезненно. С точки зрения войскового объекта, когда это может повлиять на исход войны. Да нет, конечно. То, что ты разбомбил что-то очень ценное и очень важное конкретно для твоего врага, какую-то любимую его безделушку, но говорит о том, что он будет духом своим сломлен и точно совершенно пойдет на попятный. Но вот это так мерзко, когда Путин позволяет себе уничтожать города Украины, просто потому что ему хочется воевать таким образом. Он же не собирается воевать впрямую только с армией. Ему очень важно еще, чтобы были концлагеря, чтобы была Буча, чтобы это был в том числе Харьковский гипермаркет, потому что по гражданским объектам. В ответ ему что? В ответ ему Зеленский чисто политически абсолютно правильно и очень точно приезжает в Харьков и на фоне этих руин общается с миром, говоря о том, как именно нужно менять теперь правила игры в отношении России. Но при этом вооруженные силы Украины очень точно, очень конкретно стреляют туда, где максимально болезненно для Путина. И это как раз, вот есть такая чисто чекистская методика, она была многократно описана в литературе, но у Льва Разгона, у него есть такая глава, Кораблев. Это оперативник, который был как раз НКВДшником, он тоже выбирал себе жертв, каждый день он ходил на оперативное задание, ему нужно было кого-нибудь посадить. У него есть был определенный алгоритм, как именно он назначал человека во враге народа. Потом он шел на обыск, и на обыске он говорил, что я обращал внимание не на ценность вещей, а на отношение людей к этим вещам, и если, например, ребенок, видно было, что у него глаза уже в слезах, потому что другой оперативник НКВД потянулся к его любимому плюшевому мишке, тогда мы конфисковывали этого мишку, потому что он у нас назначался вещдоком, именно из-за того, что это был очень больный ребенок. Это такой принцип НКВД. Вот как можно пронять чекиста? Вот такого совершенно беспринципного, которому абсолютно плевать. Вот точно так же. Вот именно эта методика, она как раз и работает сейчас, и украинцы абсолютно точно и очень грамотно ее используют, потому что неважно Путину абсолютно, что происходит на фронте. Ему, в принципе, неинтересно, это просто какая-то сводка у него на столе. А вот когда ему рассказывают, Владимир Владимирович, все, нет никакой аквадискотеки. А вот помните там шест вы для Валентины Матвиенко сделали, чтобы она скакала и плясала? Все, погнулся шест, даже не нужно было прикладывать к тему телеса Матвиенко, чтобы он не выдержал. Он точно на совершенно попадание ракеты. Все, больше не работает. И ваша комната с машинками тоже, вы знаете, сгорела. Вот именно это, и, как ни странно, не только воздействует на человека, это очень сильно ломает. Потому что для Путина очень важно оставаться самым богатым, оставаться самым неприкасаемым. И быть человеком, который может устроить свару и быть при этом абсолютно без возмездия за то, что он устроил. То есть Путина нигде нет, никто не знает, где конкретно, в каком бункере он сидит. Никто не может подойти и просто дать ему в пятак, как это было у нас с тобой в юности во дворе, когда мы точно знали, кто главный хулиган во дворе. И вот теперь Украина именно это делает. С точки зрения войны не имело смысла бомбить какой-то дворец в Геленджике. С точки зрения конкретно именно по Путину это очень точная и безукоризненная цель. И она сработала так, что мы еще даже не знаем, насколько в принципе это подорвало здоровье дорогого Леонида Ильича, Владимира Владимировича, который понятно, что вечен. Но именно вот это производит на него самое сильное впечатление. Вот это именно оно и есть, когда в подворотне гопнику дают сдачи. И он, плюясь зубами, вдруг отползает в сторону, понимая, что ну да, что-то как-то сегодня сценарий дал сбой. Это еще, что называется, не решение проблемы, но это очень правильный, очень конкретный и для Путина очень значимый жест. Вот это попадание, оно имеет гораздо более серьезные и весомые последствия, чем с точки зрения военной цели, которая поражена. Знаешь, я добавлю, что високосный год еще, так сказать, в разгаре даже половины не прошло. В этот високосный год происходит столько неожиданных событий, и кто-то может Путина удать в пятак. Этот кто-то явно в его охране. И вот то, как погиб президент Ирана, когда бортинженер, дальний родственник, видно с другой фамилией, того парня, который в 19-м году погиб, сейчас отправил на тот свет ценой своей жизни этого президента. И эту тему, так знаешь, заметают под ковер. Я подозреваю, что что-то подобное может произойти и с Путиным в этом году. Ну ладно, ладно, ничего гадать. Давай сейчас посмотрим видео. Дело в том, что разбомбили же аэропорт в Запорожье. Меня поразило, как он классно выглядел. Слушай, он стильный, он современный. В отличие от вот этого вот гребанного путинского дворца, вот эта псевдоклассика, тут-то был, прям понимаешь, так сказать, вполне себе достойный, так сказать, современный объект, такой вот весь устремленный в будущее, да. И, понимаешь, Путин со своими этими вот золотыми унитазами всей этой псевдоклассикой такой, знаешь, безвкусица. Вот, понимаешь, вот это меня, честно сказать, поразило. Но, так сказать, надо нам, конечно, обязательно поговорить вот про этот дворец поподробнее. Я там, ты знаешь, меня там угораздило быть чуть ли не за год до этого или за полтора. Я даже не знал, что это был дворец. И еще тогда не вышло расследование путинское. И вот нам сейчас покажут фотографию, не фотографию, а карту. Это село Криница. И, ну, это вот скриншоты из знаменитого навальновского расследования. А вот в селе Криница находится винодельня. И, так сказать, там построили такой винодельня, называется Старый Прованс, чтобы перерабатывать виноград, который там выращивают для Путина. И я тогда, когда был вот в этих окрестностях, мне говорили, слушай, вот туда даже не суйся, лучше не надо, говорили мне местные. А вот рядом, так сказать, находится дворец патриарха Кирилла и его виноградники. Он говорит, вот это снимай, проблем нет. И я даже, ты знаешь, в одном ролике показал прям съемки скоптера виноградников патриарха Кирилла и дворца патриарха Кирилла точно в таком же стиле, только поменьше дворечек. Вот. И, ну, в общем, так сказать, очень жаль, что у меня как-то не повернулась камера в другую сторону, чтобы, так сказать, увидеть еще то, что буквально через полгода, по-моему, прогремела над всю страну в виде вот этого фильма. И вот, Сереж, прошло, значит, три года, и сейчас ФБК уже без Навального добывает эксклюзивнейшее видео, и Мария Певчик нам его показывает. То есть съемки изнутри самого вот этого вот дворца, как он выглядит сейчас. Ну, давай смотреть. Пудренные стены, которые нам показывали по телевизору, теперь блистают новеньким ремонтом. Мраморные полы начищены, мебель расставлена, изысканный декор и отделка готова. Только вот это как было дворцом Путина, так и осталось. И сегодня мы это не только докажем, но и пригласим вас на уникальную экскурсию. Экскурсию, на которой раньше не был никто. Ну, может быть, кроме самого Путина. В нашем распоряжении есть почти четыре часа видео изнутри каждой комнаты дворца Путина. Изнутри самого секретного и самого охраняемого объекта страны. В спальне, кабинеты с правительственной связью, спортзалы, криосауны и даже домашняя часовня, где мы оценим настоящую степень его безумия и увидим, что Путин молится сам на себя. Сегодня мы буквально ворвемся к Путину домой и покажем вам, кем он на самом деле является. Обезумевшим старым диктатором, который даже во время развязанной им же самим войны не может остановиться и продолжает строить в себе дворец. Слушай, а вот последний кадр я видел с самолета. Можешь себе представить, уже после выхода этого фильма три года назад, прям пол самолета, мне так шептан, говорит, вон он, вон он, вон он, вон он, вон он, его действительно видно, беленький, то есть там так расположен под лед все, так сказать, самолетики, которые летят, я даже не знаю, там, наверное, надо где-то слушать, надо сделать в интернете такое пошаговое, куда смотреть, на какой минуте, за сколько перед приземлением, где справа или слева из иллюминатора вы увидите вот этот маленький беленький на крутейшем склоне. У меня был опыт, когда я летел над одной достопримечательностью, и летчик сказал, для того, чтобы вы все смогли сфотографировать, я сделал сначала правый вираж, потом левый вираж, поэтому те, кто сидят справа, сфотографируют, те, кто сидят слева, сфотографируют. Это было чрезвычайно вешливо, правда, это было в Аргентине, и там был не секретный объект, это был знаменитый водопад Иугуасу. Ну, да, вполне возможно, что будет отдельный тур, пока только такой совершенно абстрактный, на дистанции очень большого удаления, когда посмотрите направо, и там вы видите немножечко что-то связанное с Путиным, а потом, да, вот как по местам фашизма, когда идут, в том числе, туристические тропы от одного памятника и жуткого места к другому памятнику и жуткому месту с торжественными надписями о том, сколько здесь людей погибло, а вот здесь гуляйтер был подорван, а вот здесь немцы были убиты и так далее. Там танк «Пантера» подбили. Такой тур тоже будет, да, ну, конечно, не еще и секунду, потому что сейчас пока мы видим, что все-таки события интересные, но не основополагающие. Ну, да, очень интересные, а главное, понимаешь, этот удар, ну, вселяет в людей уверенность в завтрашнем дне, вот в чем дело. Это вот, ну, согласись, пиар очень важная вещь. Я губернатора Кондратьева Краснодарского края, губернатор там, ну, просто, совершенно удивительный персонаж, его, видно, ковальчуки поставили, и вот он сегодня сообщает, что нанесен удар дронами по недостроенному зданию в селе Клиница. Это, как я сказал, там, значит, старый Прованс, винодельня, да, где перерабатывают вино. И еще один дрон прилетел в хутор Джанкот, а это уже прямо рядом с дворцом, то есть вот этот мыс и докопас, и это прямо вот, то есть хутор Джанкот вообще нельзя говорить. То есть, честно сказать, губернатор Кондратьев, на мой взгляд, в общем, облажался. Ему надо набрать в рот воды. Нет такой темы, но пусть лажается. Давай смотреть дальше, потому что там, так сказать, прогулка источника Марии Перчих изнутри этого парка сейчас. Вот там маленький эпизодик есть интересный. Смотри. Просковеевку. Самый главный эксклюзивный курорт на Черном море. Мы начинаем нашу уникальную прогулку здесь. Это аллея, которая ведет к главному дому. Тут, как вы можете сами увидеть, прямо сейчас проходит конкурс на размещение максимального количества статуй на квадратный метр. Искусства не может быть слишком много, как бы говорит нам Владимир Путин. Полуобнаженные женщины дайте несколько, обнаженные еще лучше. Музы, богини, изящные дамы, кто-то с фруктами, кто-то с детьми. И даже мужчина-флейтист, почему-то абсолютно голый. Ты знаешь, Сереж, что этот голый мужчина означает? Я вдруг вспомнил, что Белковский примерно год назад очень активно разгонял такую тему, что у Путина с женщинами не так все однозначно. Он и справа, и слева. Намеки были такие прозрачные. И он рассказывал, посмотрите, мальчиков купок целует. То-се. А потом перестал. Он, видимо, думал, что эту тему подхватят все и начнут ее развивать. Я грешным делом стал, так сказать, гуглить и думаю, ну, я же всегда развиваю самые отмороженные темы. Может, я тоже. И, значит, читаю я и вижу, что, по-моему, знаменитый адвокат, по-моему, Гольф Фарк рассказывает, что он предупреждал еще Литвиненко. Ты, говорит, не расследуй эту тему, что там у Путина с мальчиками. Вот за это грохнут прям сразу. И Гольф Фарк говорит, вот смотрите, прям не прошло и полугода после того, как Литвиненко на эту тему предупреждал. Вот так и есть. Литвиненко именно за это его убили. Тема чрезвычайно опасная. Для журналистов, что называется, общего круга страшная тема – это собственность Путина. Нельзя об этом говорить, где у него деньги, сколько у него денег и что ему принадлежит Маркизу Карабасу. И самая запретная тема, однозначно ведущая к летальному исходу, это его личные гендерные ориентиры. Они точно совершенно ставят точку в биографию журналистов. Совершенно однозначно. И не только журналисты, Литвиненко. Он ровно до тех пор, пока не коснулся этой темы, был жив. И, понимаешь, я вот это все слушал-слушал и думал, елки-палки, ну у человека, у Путина же много детей, реально. А вот это от Светланы Кривоногих, дочка, Лиза Розова, по-моему, которая засветилась, она прям лицом вылепит Путин. И это уже были, в общем, не какие-то там, что называется, не грехи по молодости, когда, знаешь, в студенчестве, так сказать, не переходя в сознание, каждый может родить ребенка, да, когда он еще сам не понял, какая у него правильная там гендерная ориентация. Но уже, что называется, в сознательном возрасте, уже в Петербурге, когда, так сказать, Путин крутой, деньги есть, все дела, весь город ему там кланяется, то вот со Светланы Кривоногих, ну прям, ну вылепая девочка, уже, так сказать, там не нужен никакой генетический анализ. Ну вот ты как это, что вы понимаете? На самом деле мне абсолютно без разницы. Вот эта тема, она безотносительно того, кого именно является, в данном случае, предметом обсуждения. Ну, она всегда, мне кажется, наверное, у людей она может быть как характеристика их распутства и недостаточной морали, но это настолько 125-е на фоне всего остального, что они весомо творят и в истории, и в отношениях к человечеству и миру, что особого значения уже не имеет. Ну, есть же люди там совсем невоспитанные, которые там не едят, например, ложками, едят руками. Они при этом генералы и могут быть очень даже ответственными за что-то. Но вот едят ли они при этом руками, совершенно неважно. Хотя, когда, например, начальник ГАИ в Сея Руси, Кирьянов, Кирьянов это такое эталонное быдло, это прям какой-то специальный человек, возведенный в ранг генерала. Он очень долго был начальником ГАИ Российской Федерации. Он из Тихвина сам, то есть из-под Питера. Он как раз и тем знаменит, что как быдло он переплюнул абсолютно любого колхозника. И генерал Кирьянов это человек, который ел руками. У него есть такая особенность, и он очень любил свою персональную ресторанную забегаловку. У него такой был отдельный этаж, и там у него маленький ресторанчик. Он звал каких-то людей, с которыми в этот момент, например, обеденный перерыв, так получалось, что пересекся по расписанию, говорил там, пойдем пообедаем ко мне. И он сам с большим удовольствием угощал людей. Вот он брал курицу, вот руками грязными, рвал ее, клал в тарелку своему гостю, говорил, ты кушай, кушай, очень вкусно. И дальше он, соответственно, то есть вот самое мерзкое, что может быть в поведении этого человека. И это было абсолютно неважно. От того, что я знал это, видел это, и от того, что меня, собственно, тошнило при виде генерала Кирьяна, совершенно никак не менял моего отношения к нему как к генералу, который руководил ГАИ и превратил ее тоже в быдло структуру. Это было страшнее, ответственнее и весомее, чем то, какой он в личной жизни. Поэтому то, что у Путина у него те или иные гендерные предпочтения, ну, это еще, наверное, один штрих к его портрету. Не имеет никакого значения, потому что не это определяет его, в том числе, войну. Не это, в том числе, определяет его геополитику. Не это как-то влияет на его отношение к стране и с тем, что он предлагает самым остальным людям. Хотя, наверное, кому-то это кажется очень важным. Ох, Сережа, какой ты политкорректный, чувствуется в Европе. Ну, окей, окей, понимаешь, мы же все-таки с тобой для людей, для, так сказать, для всех рассказываем. Людям это интересно. Ну, ладно, я бы все-таки посмотрел еще раз на эти голые статуи. Меня они поражают, знаешь, чем? Вот современная архитектура, статуя, это что-то такое прикольное. Если человек, тот же Путин, вообще, так сказать, бывал в Европе, он же видел, что сейчас скульптура и все остальное, это встал какой-то прикол. Понимаешь? Это как бы что-то интересное. А вот эта банальность, так сказать, одетый он там, голый, все эти белые статуи, это то, что от древних греков досталось. Более того, у древних греков же эти статуи были раскрашены. С них потом за 2000 лет краска слезла, и они стали черно-белыми, что называется. Понимаешь? И вот такими их ставил весь мир. Ну, чисто даже для прикола раскрасить, как у древних греков, уже было бы, так сказать, ты немножко бы отличался от... Ну, я понимаю, да, что вот нечего анализировать, что этого короля играет свита, король абсолютно пустой. И в подтверждение того, что Путин является пустым королем, я всегда, знаешь, ссылаюсь на фильм Виталия Маскова, который, стоя с Путиным около окна его кабинета в Кремле, спрашивает, а что у вас за окном-то? А это уже Путин президент, то ли год, то ли полтора. А Путин говорит, а я не знаю, мне интересно, я даже ни разу не открывал занавесочку и не выглядывал. Ёлки-палки. Тогда он точно не боялся никакого сектора обстрела Путин, что ему через это окно прилетит и поэтому не надо к окну подходить. Да оно и бронированное, наверняка, там, четырьмя слоями. Вот. Ему реально ничего неинтересно, что его окружает в этой жизни. Вот, так сказать, до какой степени убожества человек, да? И при этом, ёлки-палки, вершит судьбы, рулит, крутит там все Европы, все стоят на ушах, военные, и на судьбу. Меня вот это поражает. Роль личности в истории, но при этом настолько ничтожной личности, что просто фантастика. Так, а, собственно, если переристать учебник истории, там достойных персонажей, которые оказывались на вершине власти, их по пальцам пересчитать, потому что в основном все те люди, которые правили миром, они оказывались совершенно случайно. Иногда они были очень ловкими политиками и оказывались, тем не менее, не по заслугам. Иногда они оказывались просто по родству своему, и тогда им этот престол был от рождения. Но даже сегодня, когда демократические инструменты позволяют выбрать лучшего из лучших, мы видим, вот, например, Америка в какой растерянности находится, ей не исков выбирать следующего президента. Мы видим, что происходит в ряде других стран, когда кандидаты такие, что голосовать не за кого. В России эта ситуация сопровождалась на протяжении десятилетий, когда каждые выборы президента, даже с тем временем, когда понятен был результат, но так или иначе предлагались хоть какие-то, ну там, условно говоря, еще люди, на которых можно было бы хотя бы смотреть без отвращения. И тем не менее, было видно, что невозможно за них голосовать, потому что они никто. И сейчас, когда огромное количество вот этих же демократических институтов воздвигло на вершину власти на планете Земля, на куличубые должности того же самого Гутерриша, назначенного генсеком ООН, или того же самого Столтенберга, назначенного генсеком НАТО, а это две самые ответственные, самые нужные сейчас для людей должности на планете Земля, мы видим, до какого уровня можно низвергнуть статус и титул, будучи вот подобными тряпками. Они, может быть, очень неплохие дипломаты. И, например, когда Столтенберг руководил своей крошечной Норвегией, он был, тем не менее, достаточно любимым премьер-министром. Но не по сеньке шапка. И люди, которые при должностях вершители судеб, абсолютно не то, чтобы ничтожество, потому что все-таки характеристика в данном случае к ним не подходит. Но они не на своем месте. Они трусы, они с поджатыми хвостами. У них не то, что харизматичность равна нулю. У них, в принципе, наполнение по сути своей это общий уровень нормального образованного европейского. В котором не стоит ни постука, ни решимости, ни готовности к каким бы то ни было действиям. И это кто? Это генеральный секретарь ООН. Это руководитель НАТО. И по остальным странам, если глянуть, а кто там, Сунок, например, который с Великобританией, он, конечно, за Украину, но какие у него трясущиеся поджатые коленки. А Шольц, который на сегодняшний день каждый раз пытается спрятаться под трибуну, чтобы не отвечать на вопрос, почему он не даст ракеты Таурус. И каждый раз видно, что он совершенно не выдерживает. У него не просто трясутся коленки, у него мокрое абсолютно все. И это не потому, что он вспотел, потому что ему страшно. И это, тем не менее, лучшее, что нашлось в Германии для того, чтобы в ответственный момент истории сменить одного канцлера на другого. И теперь экономика номер один, политика номер один в Европе. Это кто? Это вот эта тряпка Шольц? Но это же результат выборов. Это так или иначе самые достойные. Да куда там? Поэтому рассчитывать на то, что бывает справедливость где бы то ни было, и в частности на уровне избранников людей, которые правят миром, история говорит о том, что так не бывает. Редко, редко, крайний случай, когда бац, и почему-то де Голь. Раз, и как-то так получилось, что Рузвельт, и ух ты, Уинстон Черчилль. Ну вот просто повезло. Вот просто был у англичан Уинстон Черчилль, и у них хватило силы воли в этот момент назначить его премьером. И та самая знаменитая телеграмма, которая полетела по министерствам, когда это назначение было согласовано, он вернулся. Ну потому что все ждали, все ждали, и все понимали, что это будет. Пришел человек, выиграл войну, и после этого закончил свою политическую карьеру. Личность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова